так я уже подложку положила девочки еще один очень важный момент хотя бы в одну из боковых стоек и в центральную стойку обязательно нужно вовнутрь продеть проволоку для чего для того чтобы мы потом могли спокойно задать нужное нам положение и она фиксировалась можно вообще в каждую из стоечек да то есть ну боковые одну из двух остальные в каждую внести я кстати чуть-чуть оговорилась нам нужно нечетное количество стоек как раз таки чтоб потом при плетении у нас повторюсь на боковых стоечках повторялась снизу вверх чтобы они не менялись одна в одну сторону другая в другую сторону так ну я лично буду врать не буду делаю для себя поэтому так скажем попроще даже не столько для себя сколько для супруга у меня подставочка есть но она розовенькая на его не очень устраивает да то есть я сделал проволоку в одну из боковых я возьму самые крайние и в центральную остальные стойки у меня довольно таки сухие то есть они плотные них оставлю без проволоки и так довольно таки прочная потом просто когда мы будем задавать непосредственно наши рельеф всему изделию тогда уже буду все это нам как это правильно сказать увлажнять и задавать нужную конфигурацию нашего изделия пока что я по одной боковой и в центральную продеваю проволоку проволока конечно лучше оцинкованная вот я что-то этот момент не учла и внутри проволоки да то есть сама проволока диаметром у меня чтоб не соврать 0,9 миллиметров а саму лозу я крутила на спицу 1,2 миллиметра для чего это нужно чтобы проволока потом спокойненько входила во внутрь трубочки да то есть должен быть некий зазор во первых проволока она не будет никогда идеальной как бы то есть ее невозможно выровнять идеально поэтому возможно некие трудности непосредственно при продевании попробуем честно говоря не всегда идет иногда можно прям на этом этапе прям застрять по сути ну я когда лично вдеваю трубочку в трубочку проволоку я как бы трубочку саму прям на проволоку стараюсь накрутить единственный момент когда пытаешься проволоку каким-либо способом выровнять не идет можно поменять трубочку взять попробовать другую они все равно у нас всегда по-разному немножечко накручено вот это пошла чуть-чуть полегче где ощущаете что пошла напруга и вот прям берете и прокручиваете уплотнение где-то и она сразу ломается но совсем тонкая проволока тоже не пойдет то есть она все-таки должна помогать дальнейшем нашей трубочки держать нужную заданную форму еще маловато щиток надо еще чуть-чуть вдеть к сожалению проволока вот чуть-чуть погнулась эти лишние изгибы внутри трубочки они очень сильно мешают вот вот эти вот изгибы которые образуются желательно вытягивать чтобы не было их внутри трубочки ну что у нас трубочка даже несмотря на зазор во сколько в 3 десятых получается миллиметра 1 и 2 я крутила 0 9 это в три десятых миллиметра зазор все равно довольно таки плотно вот появился краешек я его выравниваю здесь я прям под корень обрезаю где мои ножнички здесь конечно лучше взять посредственно для проволоки то есть и я таким образом делаю три трубочки у меня получается одна крайняя с проволока это средняя 2 крайне делаю остальные две потом дальше подключаем так ну вот у меня 1 2 и 3 с проволочкой можно уже фиксировать стоечки непосредственно как нам необходимо фиксирую я очень просто у меня лист такой где режу в принципе бумагу до одну с проволочкой мы кладем на центр я прям беру прищепкой прям прищепка по сути то и прижимаем у меня уже прищепка не зафиксирована дальше по сторонам пашки зафиксировали девчонки мальчишки я знаю как бы есть очень много уже мастер-классов на эту тему есть много и других мастер-классов в принципе врать не буду я сама учка никакая не школа по плетению не что-либо еще подобное даже врать не буду заболела именно плитомания по-другому не называю потому что у меня это действительно болезнь по-другому не назову у меня это и супруг даже поддержит что прям действительно это болезнь то есть данный вид творчества он никак не схож с моим основным видом деятельности я просто являюсь инструктором по вождению а это больше действительно как хобби то есть я увлекаюсь начала сначала в пандемии увлекаться потому что у нас пандемии к сожалению все автошколы были в городе закрыты никому не давали возможности работать самое интересное что можно было придумать различной степени да там защиты потому что все таки ну как бы один на один но тем не менее в нашем регионе вроде самый теплый краснодарский край но все деятельность автошкол была закрыта ему три месяца сидели просто без работы тут действительно огромное спасибо моему супругу что у нас прям вытянул вот то есть в этот момент я увлеклась и прям прям погрузилась и это действительно меня очень сильно завлекло что она примерно приобрело состояние болезни вот примерно я все стоечки отправила над своими намеченными линиями теперь уже нам для плетения нужны будут влажные наши трубочки но как влажный это очень важный момент то есть если середина у меня вот влажная податливая то кончики хоть обратная скрутка хоть широкий раструб они сухие то есть у меня трубочка спокойно гнется мнется наматывается да вот кожаный шнурочек потом когда я буду подготавливать лозу я конечно сниму отдельное видео по этому поводу вот но главное чтобы она внутри была сырая по серединке а хвостики вот этот крайний хвостик этот крайний хвостик они были сухие иначе в дальнейшем наше наращивание будет в принципе невозможно так повторюсь нам легче крутить когда у нас крайние концы переходят снизу вверх то есть мы изначально так и будем укладывать нашу рабочую с вами трубочку причем вот этот вот край который остался изначально да нам его бы желательно хотя мы еще здесь будем закрывать будем дальше наращивать да да поэтому пока пусть так и торчит потом будем заканчивать плетение вот у нас была первая линия намечена у нас забудет линия того как нам необходимо начинать наше плетение очень интересный момент что для подставки нам в отличие от всяких там прямоугольных квадратных донышек нам не нужно оставлять с вами хвостики то есть это уже посмотрите в чем момент снизу вверх я придержала стойки да как нам надо и просто обогнула лазой вот здесь очень важно сразу смотреть у нас маленький кусочек с вами остался наращивание мы с вами делаем всегда с одной стороны благо здесь сплошное полотно у нас как бы не будет никаких проблем то есть у нас наращивание должно быть либо сверху либо снизу под стойками врать не буду я приучена делать наращивание под стойками также стойка можно если чего прижать то есть данная ситуация вот мы с вами обернули вот следующая стойка под которая пойдет наращивание то есть мы отрезаем не прям под стоечкой а чуть-чуть отступая примерно где-то пол сантиметра и срезали эти пол сантиметра к нам жизненно необходимо для дальнейшего с вами наращивания потому что следующее наращивание до трубочка не будет в аккурат заканчиваться прям вот на этом моменте она уйдет чуть чуть дальше и тогда само наращивание получится у нас непосредственно над вернее под стоечкой вот этот раз труб ну тут дело каждого я его срезаю сам раз труб я ввожу полимерный клей у меня вот повторюсь такая бутылочка осталась от господи никотиновой кислоты для волос я вот как-то в ней так приловчилась многие берут баночки от перекиси водорода например либо от хлоргексидина некоторые шприцы берут тут каждый по своему полимерный клей налили вообще удобнее сразу несколько таких труб подготовить но это все зависит от пропитанности сама лозы да то есть у меня лоза такая она на грани если много сразу нанесу и оставлю она высохнет вот тот что мы отрезали приплюснули свернули она как бы сузилась и в сам раз труб в наш клей вставили и прям прям наверное за пальцами будет не видно прям накрутили одну трубочку бумажную на другую вот и теперь когда мы эту трубочку занесем под нашу рабочую стоечку все красивенько поправим телефончик прям поднесу у нас получается наращивание четко красиво под стоечкой его не видно видно разницу в цвете до между двумя трубочками а само место наращивания осталось за стойкой его совершенно не видно то есть дальнейшем у нас это место эти стыки они останутся вот здесь вот на внутренней стороне то есть и снаружи для лица они не будут видны и это выглядит ну как бы более эстетично что ли красивее и пошли дальше спокойненько плести дальше мы в принципе плетем также ситцем то что такое ситец просто переплетаем между нашими стойками нашу рабочую трубочку хохо а вот я и обманулась все таки нам необходимо не наоборот четное количество трубочек не нечетно и отчетно и видите здесь стопочка вышла сверху а тут она уходит снизу два варианта либо все переплетать либо пойдем сверху вниз принципе я свободный художник я это делаю не на продажу я пойду сверху вниз вот чем нюанс мне нужно подвернуть как бы под подогнуть я правильно горела сначала четное нечетное сама себя короче позапутала теперь разгребаюсь принципе разницы никакой нету опять у нас впереди с вами наращивание важно при наращивании вот эту обратную скруточку и и все нужно срезать опять-таки от стойки где-то пол сантиметрика мы отступили и подрезали следующую трубочку в рабочую берем раз труб срезали внесли туда колей клей занесли теперь вот эту раз плющили ноготочечком поджали сплющили и прям новую рабочую накрутили на старую я прям накручиваю не знаю тут каждый по-своему в основном девочек сколько смотрела они просто вставляют и все но здесь еще нюанс от бумаги даже врать не буду я в основном работаю с офисной бумагой это не рекламный не газетные какие-то бумажечки это именно офисным в чем отличие офисной бумаги от любой газетной и покупной я покупной тоже кстати пользовалась очень комфортно работать я прям аж кайфовала моя кстати к сумка таблетка как раз с mondi бумаги вообще качество конечно огонь но момент в чем мы когда покупаем бумагу да мы все-таки тратим некий ресурс о говорите как интересно тут прям надо высчитать почему смотрите вот у нас последняя под стоечкой момента а дальше у нас пойдет разворот в чем нюанс высчитать сейчас покажу вот мы пошли под стоечкой вот мы например сделали вот здесь главное приплюснули прям вход вернули под стоечку сделали разворот смотрите в чем прелесть вот у нас все трубка закончилась то есть нам с вами делать наращивание либо нужно на углах что я делать категорически не советую ну если только для себя да то есть на продажу ни в коем разе это не очень красиво выглядит либо делать на развороте наращивание